Субтитры делал DimaTorzok 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 как человек поздравляет молодоженов, сказал так, я считаю себя святым. Мы со своей супругой считаем себя святыми, и этого я не боюсь, вот, этого слова. Такое у меня отношение к самому себе. Я, по сути дела, являюсь безгрешным человеком. Я не знаю, где в этом ролике было. Где, в каком ролике, на чем? У вас свадьба была. Американка, американец женился на какой-то даме. Ну, 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 и что дальше? Ну, человек, поздравляя все, вот, говорил, ты меня считаешься святым. В связи с этим у меня, как бы, вопрос. Он говорит, что я могу сказать, что каждый человек, который находится в нашей общине, вот, по сути дела, является святым человеком. Это слово Божие говорит, святой, это не означает, что он безгрешный и не пойдет. Освященный кровью Христовой. Да, я хотел спросить, как этот человек считает себя безгрешным человеком, или вы, например, вообще, сняли себя. Я грешный. Вы поймите, да, вот я не понимаю, что я просто, мне важно, как бы, понимание... Я грешный, я грешный, но я освящен кровью Христа, и я святой. Я вписал в его жизни. Но я могу потерять ее. Потерпел коробокрешение в вере. Мы все много согрешаем, Яков говорит. Все мы много согрешаем. Изыком, подозрением, то другое. Но мы все святые, все верующие во Христа, освященные кровью Христовой. Причащается человек, отходит, он совершенно свят. Мы хрещеные, а мы-то грехи, а мы-то полностью. Я как будто только сегодня родился. Но на меня налипает эта пыль, о чем, говорит, мы закисли, тут отец Кирилл-то говорит. Ну, вот сознание, это уже приближение к святости. А теперь служит, исповедовец-то причащается, он святой. Святой в подлинном смысле. А не то, что природа его изменилась, он не может согрешить. Он может нагрешить, подкрепший грешник. Но тогда будет на отключении с этим ягод, может быть, 10 лет сидеть на заборах. Мы все святы. Апостол Павел пишет, у вас такое блудодеяние, которое у изыщиков нет. Пятая глава в коричневом. А впереди говорит, изборным божиим, святым, коричневым. Я начал, а вы блудники каких-то мирений. Это святые ли блудники? Святые стали блудниками. Вот действительно тоже опять вопрос. Например, попал в Бог. Я конкретно про себя говорю. Ну, подхожу к священнику, говорю, вот, каешь, не могу. Получилось так. Он говорит, хорошо, вот тебе какие-то, маленькое. Вот, неделю почитай. Я не осуждаю священника, я просто рассуждаю, как это правильно или нет, как мне к этому относиться. Почитай по краянной канону Иисусу. Вот, 40 поклонов каждый день. Через недельку приходи, возможно, мы тебе позволим причаститься. Я, конечно, как мне это понимать? Или это воля Божьей, если понимать буквально и дословно? Дальше уже не надо. Никакой воли нет. Самодур. С большой буквы. Поп Самодур. Через 10, напишите. Есть канонное право. Вы женаты или нет? Да. Если вы женаты, это называется прелюбодеяние. Если вы не женаты, называется блуд. Прелюбодеяние судится строже. Вы не менее, как на 8 лет отключенные от церкви. 8 лет должны за дверями стоять и плакать. Вот что вам. И это ваши пятимня, восьмилетние, разбиваются на 4 категории. Первое. Кающиеся, плачущие. Только на улице. И храм вообще ноги не ложить. И не так, что я пройду там 2 года. Ну, 2 же 4, 8 будет. По 2 года. Поровно. А все время должен приходить. Дождь, снег, это твое. Ты можешь зонтиком стоять. Но на каждую службу должен ходить. Всю год воскресенье тогда. Дальше через 2 года решение быть какое-то. Там плащущие. Потом слушающие, крупно. То есть можешь стоять до конца. Третье. Последнее, правда. Последнее уже. 6-8 год. Можете в церкви не выходить соглашенными. Но причащаться нельзя. И через 8 лет только можете причащиться. Но если вы очень сильно плащите, много делаете милостей, священник может уменьшить через епископа. На 1 треть. Больше никто не может. 1 треть 8-летнего. Это был Касковый. Это был Василий Великого. Ну, надо посмотреть, откройте книгу правил. Да, я вам слышал, у меня где-то читать. Книга правил. И откройте симфонию. И написано, прелюбодеяние. И там написано, канон ладнетический такой говорит. То есть они варьируют. Бывает от 6 до 9 лет. Надо смотреть уже, что в этом послужило. А то должен быть. Но не меньше, допустим, 7 лет. 6 или 7 лет. Так, и вот он мне говорит, что, как-то разговариваешь, что вообще по епархии есть, что запрещают священникам, а запрещают отпрещать от причастия. Ну, все, сатана запрещает отпрещать от причастия. Адлатаус говорит, лучше тело мое отдам сам собакам, чем тело Христово, недостойно причащающегося. Вот и все. Священник, который не накладывает эпидемию, 8 лет, 12 лет, он губит себя и того, кого допускают. Это антихристы соседей в репартии. И так и надо назвать. Это антихристы. Они развращаются. Что священник должен делать, как положено. А его пускать, покрещают. А он трясется за свою шкуру, тебе 40 поклонов надо, 40 глаз тебе дымным кодилом полбу, скажи, надо, чтобы мозги стали на место. Его наказывать надо попая. Отмечайте. Я 100 позиций покажу, я не покажу, что с жалостью к себе, что вот как хорошо мне повезло, но я вижу, что это как-то не соразмерно. Никак. Даже не поминайте, никому больше не рассказывайте. Вас обманули. Вас обманули, вот у вас, допустим, болезнь, неизвещимая. Хитрый врач, ничего, ничего, все нормально, ты, главное, выпей там спиртом, заглуши, не будешь болеть. А когда уже, дальше уже никак нельзя, ну я еще могу не сделать, аж и все. У тебя, оказывается, вон какое плечо расперло, рак кости, типа, видишь, какой-то. Вы верьте тому, что говорит Священное Писание. Блудники, старости Божи не наследуют вот эта фраза из Священного Писания. 5 глава, 1 послание к Коринфянам. Блудники, прелюбодеев, их судит Бог. Они, вы нам, люди эти, не подсудные, потому что они осужденные Бога. Он его зачем судить? Он осужденный. Осужденный, уже приговор вынесен. Но церковь дает возможность прийти. Этот грех, который полностью продырявляет в мозге. Человек жалуется память. Я его не знаю. Он говорит, у меня памяти нет. Я говорю, блудник? Ну да, ну, а как ты узнал? Потому что блуд проедает. Вот мне говорят, какая у вас память? Я женщин не знаю. Не знаю, меня Бог сохранил, поэтому у меня память как будто бы 18 лет. И она все время, как будто бы на одном месте все развивается. А все избирательная память. Я могу запомнить 3-4 листа формы? Я могу запомнить, пока еду в автобусе все номера машин, которые проезжали? Потому что сатана наваривает. Это не нужно. Ты запомни священное писание, каноны, как спасти душу, помочь другим. Это от Бога. Это не от Бога. Еще умножать квадраты. Нет, я просто тренировалась. Это не надо. Это не надо никому. У меня любимый предмет физика-математика. Я такими цифрами оперировал, в глазах дым стоял. Я математик, прирожденный. Но я все это попросил Бога, Господи. Я знал сотни, если не тысячи анекдотов. Я душой общества был. Я понял, это не надо. Эту мерзость убери от меня. И Бог, я встал. У меня ничего нету в памяти, как будто программу стер Бог. Я ничего не помню, я думаю. И Бог начал тогда на чисто заполнять тем, что сейчас есть. В чем нуждаются тысячи людей, миллионы. То есть это Ваша воля и Вы ее... Ну, я, естественно, что воля. Если я решился на это, значит, меня уже они не связаны. А тут договорились, что мы ведем запись. Встреча с епископами. Секретарь епархии договорились, мы все записываем. Видео, аудио. Ну, все записываем. А назад пришли, за стол сели епископы. А мы решили вот не записывать. Как? Да мы же договорились. Нет. Я встал и ушел. А епископ подпишет. Он сказал, что он еще не придет. А наш епископ Игнатий на это никогда не пойдет. Вы ушел. И вам его никогда не обвините ни православным, ни сугубо православным. Они решили подыграть. А на следующей уже встрече они все притащили треноги уже сами установили. Все снимают. Мы отстояли эту свободу. У нас тут даже спрашивают, можно ли снимать? Нет. Не спрашивайте. Фотографируй. Снимай. Аудио записывай. Что хочешь делать? Пролетел в площадке, кто очень молодой. Недели полторы назад из гнезда вылетел. Я птицы люблю, просто. Я знаю вам. Я их возраст могу определить. Сейчас в Москве очень много лесных птиц. Вот так. После 2010 года. Вы просто отойдите от всего этого. И скажи, я услышал вот три пункта. Первый пункт. Для вас сейчас. Городу не трогать. Это сразу. Это блудодейная ересь. Все отошло. Второе. Все поезды. Все надеете. И на работу придете. Вас никто не выгнет. Что это за поезд. Такой графы нет, чтобы из-за поеза выгонять с работы. А как люди... Кого люди? Одни преступники вокруг вас. Одни ездят на машине, воруют, а милиция вторая машина гоняется за ними. Это весь автопарк на это работает. И мы едем с благовестным. Поезды и галстуком несовместимы. А? Поезды и галстук несовместимы. Поезд с чем? С галстуком. Не, я не подловить вас. Я просто спрашиваю. Галстук это масонский знак. А поезд это божественный. Припаяшься с истинной. Он обозначает, что ты не лжешься. И глядишь, что тебя через что-то перетянет, и блудо идет. Перегрежь воды. И все эти истоки кончатся. Вам говорят это. Ты возьми священный поезд, святой водой на него покрапи маленько. Вот он надет и четыре узла. И все. А как четыре узла выложите? Ну вот четыре узла. Четыре завязал, а потом продернул это. Они меня. Никогда не разбил. Я в бане везде, пока он не сотлеет на мне. Это поезд? У меня поезд, у меня только когда я арестованный. Был там, снимали все. И я не могу ничего сделать. Я только... А это уже не ваш, например, тоже поезд? Кожаный, да? Нет, я тоже. Какой? Да вот простой, простой. Я всегда в сапогах. Меня в ботинках никто не видел. А почему в сапогах? Потому что Божья обувь. Бог в сапогах ходит. Бог. А где это написано? В Библии написано, Господь говорит, простру сапог, война и дома. Воскресаемая земля филистинская. Бог, Бог говорит, что он в сапогах. Ну почему же мы даже буквально... Это непросто. Я вам смеюсь? Да, да. Я говорю, но лет первый у меня нога чистая. У меня ни одного пятнышка никогда нет. У него столько здесь вся стопыли есть и прочего. У меня совершенно чистая. Всю войну прошивали пол-Европы. Битлеру, говорят, башку свернули сапогами. Все в сапогах были. А сейчас придумали. Они никуда не годные эти люди. Сапоги – это форма. Я могу ножик за гранищей спрятать, а ты не можешь. Он ему и не нужен. Он не нужен. Мне ножи. Я садовник, работаю. Он всегда с тобой может. Вы конкретно себя определите по всем. С малого начнете. С самого малого. Бриткого. Вставать в 4,40. И все посты православные соблюдать. Вы увидите, не получится. Вот эта плоть, она по поросящей задержит. Не могу. Больно. А ты скажи, врешь, обманщица, можешь. Мало яшь, мало пить, здраво будешь. И с собой плоть, вот так я говорю. Ты врешь, обманщица. Я тебя прижму, ты у меня заверещишь поросящую. А то, смотри, ты собралась. 130 килограмм. 31. Это попустилось так, это постепенно. Игнат Тихонович, в лагерь на галатийскую диету. У нас галатийская диета есть там. И ребятишки, которые излишний вес, они сами туда заходят. Наш лагерь назвал с Климентом Анфирского. В галатийской стране был голод. Детей выбрасывали, он их подбирал, кормил голод. У нас галатийская. Это сухари, компот. Два сухарика. И отдельная скамейка для них. Дети, кто хочет лишний вес бросить, они на эту скамейку. Кто-то не выдержит, бывает. Ну, в любой момент садится вместе со всеми. А нет, он сидит, приезжает домой, и на нем он идет. Степа, ты какой стал подянутый. Как так? Баба, я старался там. Степа-то, который был. Жонер, сын. Внук. Внук. Внук, что я делаю по детям, по воспитанию. Вы падаете, что пришли? Я начальник, 42-й год. Вот две дочери у меня. Одна 15 лет, другая 4,5. Вот 15 лет сегодня, например, рамп проспало. Прямо мне так и заявляют. Пап, я проспало. Мне это. А почему вы разбили? Меня не было. Я сам-то не взорвался. Я дома. Я плохо слышу. Поэтому я наказал, кто через стенку живет, постучать меня. Дальше, кто на стационарном телефоне, сказал, 4,40 звоните. И два мобильных. С разным городом, говорится. И утро у меня только трещит. Я каждому встречаю. Христос воскрес, воскрес. Воскрес. Это 5 секунд, которые не встречаются. Мы говорим друг друга. Слава Иисусу Христу. Вовеки слава. И в столе положили. С нас не вещит. Но меня уже разбудили. У меня я будильник не слышу. Нет, я к тому, что вот 4,5, она еще можно, как говорится, По 3,5. Нет, по Христосу говорить, да, там, будьте как дети. Вот она действительно, как ребенок, ей что не скажешь, всему она верит, и все она понимает, и Бога любит. Ну, по-своему, по-детски. Младший, конечно, относится к этому там уже скептически, потому что, ну, вот, я сам-то только недавно начал посему понимать, приходить. Вернее, старший. И вот как к этому, как и старший, то надо пинками заставлять, там, я не знаю, розгами там храм загонять, как говорят, как-то сила храма. Храм нельзя загонять. Любовь. Только никогда этого не делайте. Если она у меня в лагере, 15-летняя, предварительно принимаю, я провожу собеседование. Вставать в 4-4, это в 5, в лагере в 5-6 сто идите. А я не могу вставать, значит, кружка полная холодной воды. А постель высушит. Идут, я не хочу, все, отходи в сторону, иди туда тоже. Ты или подписываешь устав наш, или нет. Ты не слушаешься, и мне власть, и родители распишутся, я имею власть в физическом наказании. У меня сетка есть, трапива есть. Я тебя заставлю делать, как есть. Ты хочешь быть другой, другой поедешь домой. Нет, значит, не по адресу. Ну, то есть, до физического наказания? Конечно, физического. Вот это вставать? 15 лет. Ничего не знаешь. Она скажет, я убегу. Это ее дело. Родители, которые не наказывают своих детей, это человека ненавистики. Апостол Павел говорит, есть ли такие родители, которые не наказывали бы сына своего? Есть ли? То есть, ответ такой, никого нет. Те наказывали нас для временной пользы, а Господь, когда бьет болезнь, вот это для вечной. Ну, это не болезнь, это не воздержание. Лежало, пухло, пухло, встало. Ну, а уже, как говорится, заботиться мне о старости, это не моя забота, да? Ну, мало ли, вот она. Вот есть же люди, которые вырастают. Вы дергаете, или никому докармливают. Да, и мне докармливают, правильно. Или это уже, как говорится, будущее, может, я не доживу до этого дня? А, судя по вашей жизни, вы никогда не доживете до этого. Вы краткосрочные будете здесь. Если от грехов останетесь, может быть, что-то будет. А так нет, вы кратковременные здесь. Потому что ваш порог, он это тесный колодец. Вы знаете, это колодец, который... И ты узкий-узкий, и туда тебя сунули, и написано, чужая жена, тесный колодец. Это Соломон говорит, не я. И потом вылезти невозможно из-за его. Грех будет лучше. Ты на себя наставь такой, где, допустим, впал в грех, потом вылезти не ходить, не встречаться, не звонить, намертво нигде. Самым грубым образом расстанься. Самым грубым. То есть, скажи, я не могу этого делать. Я свинья. Я погубил твою жизнь, с кем в грехе был. Прости, больше не подходи. Кому ты подходишь, зловонный пес? Ты посмотри на меня. С такими словами, чтобы до меня дошло. И больше никогда не поступай. Близко увидишь, я буду бежать от тебя через забор, прыгну туда и где-то выплыву, и через реку Москву уйду. Вот так я справа поняла. С тобой сделать не надо. Далеко уже зашло, уже дети есть. Ну, ничего не сделаешь. Далеко это, когда ты умер. Но ты еще живой. И тебе не оставляй работать, чтобы они были с этой. Вот султан Гурнея нашелся. Я думаю, тебя не понимают. Конечно, все понимают. Конечно, нет. Ничего ты не понимаешь. Ну, как не понимаешь. Да ты давно бы вышел из этого. Понимаешь, что тебя драть надо, как с сидором кабанат. Нет. Я вышел, но продержался мало. Да не вышел. Я, говорит, бросил курить. Я говорю, а сейчас курю. Значит, бросил, еще не по гавсту подобрал. Бросил, если три года прошло, и в рот не брал. Бросил. Это не на узел завязывается. Это тот самый момент, вот женская порода, который любыми путями сатана заведет. Он в раю Адама погубил. Женщина – это самая сильная сеть. Соломон. Самое дорогое удовольствие. То же самое Соломон попал на Ильбусси. Да. Да. Соломон наш умудрец был, все потерял. Они говорят, будем. Только нашего божества храм построил. Хамаса другого он построил. Стал постепенно ходить. Ну, пойди один раз, я потом к вам пойду. Она торговательная из этой дома. А все одно и то же. Одна гниль, одна вода. Еще больше. Ты просто физически посмотри. На что ты променял жизнь вечную? Говорили же с рамками. Один гной. Еще там больше нет. И близко бы не подошел. А своя законная венчинная супруга – это источник воды, твой колодец. Да не развивается по улицам. И наслаждаешься грудями? Да, да, да. Все знаешь. Все знаешь. Все знаешь, притча сломает. Да. Я вам говорю по делу. Вы начните с малого. Сейчас так. Дождь пока не трогает. Ты смотри, смотри. Найди, где своя вина. И побеседуй. Ну, если где-то будет злостное нарушение, ушла вечером, утром приходит, тут примени всю отцовскую власть, она вас посадит. Отсидишь срок, зато будешь нибудь не виновен. Она подаст на вас суд и вас осудит. И ты пойди даже на это. По-другому не могу. Они теперь ювенальные вести. Я так и говорю, что по-другому не могу. Никак. Мы должны поищем пожертвовать. Я говорю, буду один, но себя не спущу. Никак. Но постарайся, теперь упущенное внимание. Чем она больше интересуется? Посмотри. Может быть, образовать вдоны. Что-то она любит. На воне природы где-то побеседуй, поговори и прочее. И покажи, какие последствия это во всем мире. Что ты добьешься там? И кому ты нужна? Мусульман от планет. Его спрашивают. Твоя сестра стала ходить там где-то. Что будешь делать? Я ему 16 лет. Заражив. А мать вдова. Но если узнаешь, что мать твоя чужого мужика принимает заражив, все кончилось. Я знаю такой случай. Ну все. Он его интервью. Вернулся 16 лет. Заражив. И больше ничего нет. И не заметно. Мы спрашиваем мусульман. Скажите, у вас вот заканчивают школу, до свадьбы еще. Какой процент потери девственности? А что это такое? Ну, турист она где-то имела половую связь. Ни одного. Совсем нет. Ему говорят, было. Ну, было ее убили сразу. Все. Больше нет. И Саня говорит в Библии. Если оказалась врачную ночь, доказано будет вопрос. Потому что она не девственница была. Приведите в дом отца и убейте. Но если это дочь священника, приведите и сожгите жильем. То есть там больше спрос. Там священник. А в Новом Завете это и Пятилья. Уже убивать нельзя. Поэтому они действуют по ветру Завета. Тут услышал и скажи, благословен Господь, что такие слова слышишь. Не просто тебя ограничивают. Вот такую узду на меня чужой дядька надевает. Я понимаю это. Вы что думаете? Я думаю, что это как вы говорите, что ли? Как вы, как Игнатик Тихонич, я желтый. Мы христиане. И мы, написано, свет мира. Свет. И какое общение у Христа с Вилиалом? Я возьму ли мои тела члена Христа и перереплю ли в блудницу? Павел говорит об этом. Потому что совокупляющейся с блудницей делается одно тело. Всякий грех человек говорит вне тела. И один грех говорит только. Хотя курит тоже тело. Но здесь он так написано. Ну а что, разве есть люди, которые не подвержены страсти кула? Да, Христос сказал, есть те, которые скопцы от рождения, которых оскопили, и которые для Сарства Небесного. Да, есть такие. Ему все равно разве нет. Но не нашлось же, кто мог бросить камеры? Ну, стояли те и не бросили. А как раз те, которые были. Среди тех не нашлось. А таких сколько угодно. Это в Ветхом Завете не было, а вновном это завете таких сколько, которые от милости пошли, и в монастыре служат, и мужчины такие же есть, и камень будут свободно бросить. Но как раз он-то и не бросит, а будет молиться. А вот, кстати, ведь у греков так и есть, у них же священники, все действенники. У кого? Вот на Афоне там. У католиков это. И на Афоне так? Да на Афоне какие там, сколько там священников? Там монахи там простые. Не, на священников мало, но они именно такие. Ну, такие так, если палаку вижу, но сейчас специально острым дали жена. Даже козла нельзя брать туда, только козу. Не, наоборот, козу нельзя, козла. А да, козу. То есть, даже этот урок итог говорит о том, что не все было повыше. Правило какое, если епископ приезжает на летнюю дачу, и там есть прислуживающие женщины, их нужно брать. Я говорю, как конюшный жеребец вырвался, как бы какую кобылу не подмет. Ну, а почему нет? Если, опять же, сохраняя его от этой страсти, блуда там... Ну, какой блуда приехал, он мне там прошел, там со свитой прошел, увидел женщину, глаз положил. Так и женись. Женись, плоди, руководи. Ну, не надо, он может жениться, может сам снять и жениться. Сам. Полностью. Размонашиться. Ну, и... А где жизнь вечная потом? Ну, вот такая она. На него экономия есть. Сам снимается, если вы увидите. Все, на эту тему больше никогда не разговаривали с которыми я говорю. Я все с тобой говорю. Пойдемте. Пойдемте. Чем отличается от православного? Православный принимает ли армянскую, армянско-апостольскую или нет? То есть я пока не крещеный, я хочу покреститься, я не крещеный. Ну, да крестить, нас и уверовать нас сначала. Ну, конечно, я хочу как бы начать изучать все это и... Ну, это надо... Вот у нас, допустим, подается заявление на крещение. И ему даются два поручителя, которых он хорошо знает, и они с ним работают, поручители. Подготовительный срок оглашения три года. Если он уже все знает где-то, срок уменьшается, может быть, несколько месяцев. Но там у нас он подписывает, что какое-то. Конечно, больше ты бритвы в руки не берешь. Это все закончено. А что для вас является истиной? Истиной Христос. Насколько вы в него верите? Нет, истинная вера имеется. Он ничего, в принципе, не знает просто. Объясните ему, он ничего не знает. А что не знает именно? О вере ничего. Он хочет покреститься, например, да? Там ему говорят, в армянской церкви нельзя окреститься, понимаете, там батюшки. Я просто многое слышал. У него смешение внутри себя происходит. Нельзя, причина та, что неправильно. Я видел, как он в армян крестит. Чашка и чашка руки. Я смотрел на правду сейчас. Да. Чашку руки окрестил. Нет, дело не в этом. Вначале он напишет. А хрещение? А хрещение? А хрещение. А хрещение? А хрещение. Если вы уверовали. Евангелие есть, считайте там все. Возьмите книгу Закон Божий. Объясните, что такое Слово Божие. Допустим, чили за стол сейчас. Я говорю так, научите меня разгорать себя в машине, ездить и ремонтировать. А сколько времени? Ну, за 20 минут. Чего ты мне научишь? А взяток в 10 раз, 100 раз больше, я тебя научу, когда торопишься на поезд. Бери, читай книги, скачивай с интернета наши книги. Все вопросы, ваш вопрос там есть. Что для этого нужно? Искреннее желание. Желание, я без этого жить не могу. Я хочу быть в Богом. В таком состоянии непримиренной вы умираете и вы пойдете в ад. Прониктесь вот этой идеей. Идея покарна. Вот ты должен ощутить, действительно, это ад и огонь. А поэтому избери, смотри. Я вам сказал, что есть церковь. А я хочу остаться в Бургаряно-Армянской. Ну, посмотри даже, как крестят они, как они учат. Это ваша жизнь. Мне не надо искать, я нашел. А само ваше мнение? Для меня святая православная церковь, для меня другой нет. Я не отрицаю армян, потому что они имеют рукоположение от апостольских рунок. Я отрицаю католиков. Но я не армянин, не эгрегарины армянинов, ни католиков никогда не буду. Почему? Я и сделал вывод православной церкви. Тут святые учителя, тут соборы. Тут все сделано для того, чтобы я мог спастись. То есть армянская церковь, которая учат, это неправильное учение, да? Неправильное, потому что я видел то, что видел. Само крещение во многие батюшки тоже крестят неправильно. Вот это, когда они там освящают, что-то как-то придумают, там, а то голубок, крылья машут. У нас тоже хватает этого. Даже не об этом речь. То есть это ведет к погибели, да, получается? Или это какие-то... Ведет это к погибели? Оно не ведет, оно само по себе погибель. Потому что отвлекает от Христа. И такого у нас море, пурт к груди. Вот спрашивают, а как иконам молиться? Да такого нет, иконам не молятся вообще. Мы молимся первообразу изображенному на иконах. Кто там нарисован, мы молимся, признавай это. А если я не буду молиться, не умрешь, Христос услышит. Церковь дает нам шанс соединить молитвы с молитвой святых. А пришел из диктата, говорит, я все принял. Ну никак не могу принять. Я молюсь живому Богу. Зачем мне молиться какой-то Екатерине? Я говорю, не молись. Ну ты не хули. А что, я могу спастись? Конечно, чтобы было бесконечное причастие. Игнатий Тихонович, то есть человек может, например, я подхожу, например, к батюшке, да, армянскому, я говорю, вот там вы признаете, что там две природы Господа Иисуса Христа, человеческие и божественные. Действительно, да, вот это. Если он говорит, да, то есть я могу покреститься у него. То есть это крещение, оно принимается. Вы говорят на армянское? Да. Если вы в полное погружение тренируете? Да, полное, конечно. Конечно. По вере ваше. Вопросов нет. То есть любой армянин может в армянской церкви креститься. Креститься в любой, где правильно крестится. Да, да, то есть полное погружение. Вот так, вертикально, трижды он скрывается под во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. Самое настоящее крещение. Его больше не надо нигде креститься. А это крещение, он придет в православие. Церковь православная должна признать. То есть он может покреститься в армянской церкви, то есть его не могут лишить причащения, то есть как сейчас делают. Но сегодня, сегодня не пойдет, потому что церковь это стоит как до Халкидонского собора и нет договоренности. Если он думает православ, то, конечно, надо тут и принять крещение. Если он не знает, где будет, вообще едет в Америку, я не знаю, какие там церкви, и примет крещение правильное у армян, и туда приедет. И там настоящий священник. Он приехал туда, там армянских нету, и священник обязан его исповедать и причастить. Но они думают, это не как я. А я, насколько я знаю... То есть у армян можно причащаться то же самое? Причащать, то есть православная церковь. Можно, да? Согласно того, как все совершается. Это, еще повторяю, Григорияна, Армянская, это самая настоящая апостоличная церковь. Она так и называется. Она ровно на 500 лет раньше приняла, чем православие на Руси. Да, я знаю. Ну, вот я вам сказал, хотя бы внешне, никогда больше в городе не будете. Никогда не прикасайтесь. Мне понравилось кое-что у армян, если вот эту вот свечку-то, как они ставят, песок на сын под крупной зернистой поставили, догорело. Вот это, что в церкви высоко сделано, как по никодилу, это я посмотрел сегодня. Это единственная церковь, это место, вот это Никола на Берсеневке, где не воруют агарки. Они не могут достать, они там мигают, мигают и погасли. Это единственное место, где они не воруют. Вам слышно? А кто ворует? Кто ворует? Тот-то свечи гасит, а потом на переплавку агарки. Написано, все сожжение и жертва. Все сожжение, она должна догореть. У нас в уставе написано, помигало и погасло. Так ей нельзя прикасаться, она Богу принадлежит. То есть свечки, это все сожжение перед Богом считается? Она горит. Я же не говорю, на воду все сожжение. Нет, имеется ввиду, там человек берет свечку, молится и ставит. Молится, он поставил, она должна догореть. А ее воруют, ее гасит, там бегает такой колпачок сверху, надевают, агарки снимают, переплавляют новой свечкой. Это воры, церковные крысы. Уходят по храму. Нет, ну как, я вот тоже не знал, заходил там храм православный, вот занят весь подсвечник. Но вижу там одна маленькая, там вот осталось ей чуть-чуть, она вот уже погаснет. Вот я там ее вынимал, дул там, бросал там. А не ставил, ставил свою, не застевал. Так, а что, посвятившему кодексу Российской Федерации, какая статья? 158-я. 158-я. Что это говорит? А в 58-е все выгребающие 14 пунктов была в Сталинской Конституции. Да. Так получается, это нельзя так делать? Вы пришли приносить жертву, и принесли в жертву ягненка, его сожигают. А тебе некуда, я этого ягненка отброшу. Он Богу принадлежит, этот пункт. Богу принесли. А ты пришел негде, клади на нее, на нее сверху, на лепитом, или если тебе надо. Я вообще свечи не покупаю. Никогда. Нигде. А вот продавать свечи – это грех? Грех. Это грех. Грех, если там еще не чистота. У нас так делается. Собранные деньги покупают воску. Воску. Свои сестры льют настоящие восковые, там аромат какой. И они лежат на хапке, там, и батюшка, или чтец специально, он ставит сколько надо. Если немного, там, ну, больше семи свечей не бывает. Игнатия Тихонович, а если, как бы, отдельно есть, как бы, церковная ловушка, не внутри церкви, как бы, свечи, а рядом, как бы, на территории, но рядом, как бы, отдельное строение такое. Так, я сейчас спрошу, а почему ты расстегнута сегодня опять? Я застегнута. Да где верхнюю пуговку, вверху? А вот это тоже? Тоже. Застегни сначала. Сейчас, я у меня просто шею чуть. Ну, ты шею дай, видишь, как он мой. Шею у него дает. Нормальная шея? Перешей пуговку. Или галстук, это масонное прибывание, или застегнут. А расстегнута знак твоей расхлябанности. А если жарко бывает, знаете, это же не грех. Интересно, когда обмен представителями школы был, ну, и русский там был в Японии, и где-то там остановился в каком-то общежитии. Слушай, и когда, говорит, мы ехали, а он одетый в эту форму, как у нас, фазоушники где-то, и на все пуговки застегнутые. Я говорю, а зачем ты так это делаешь? Он говорит, так вот, так вот, расстегнут, так все могут, пусть попробует, как я. У меня конзё, персональный культ терпения. Дальше мы едем, а у него снимает пуговку, два часа ехали. Я говорю, ты же мог бы поближе взять, он говорит, большая семья, много денег. А я еду домой, говорю, что у меня какая разница, так пускай попробуют, а как я. А как они так все делают? Я вот в армии застегнулся и больше ни разу не расстегнулся. В 60-м году, считай, 50 с лишним лет. Это правильно. Пуговку, перешей нет, и идем ко мне, у меня иголка, нитка есть, я перешью тебе. Это в миру так вот, расхристанный, разрезы всякие, это все в миру. Если разрез на платье есть, это уже мир за полсуда. А мы христиане это перенимаем. Ставклин какой-то, что-то не должен, это зараза, это гомоноксексуалисты все придумали. Они это для себя делают, ловят. Вы до конца, вы знаете, кто это все делает? Платье разрезанное, как будто шинель солдатская. Ну, это борода, это просто так, как указано в Евангелии. Это округ Божий. Если я бороду буду носить, меня в метро зайду, сразу повяжу. Замерь, еще нету, сатана уже сзади стоит, как ты говорила, я увижу, рога встроит. Да, да, да. Мы едем сразу, я еду, брат, еще брат родной, у нас три брата было, все с бородами, и оказались негры рядом. И тоже молоденькие, молоденькие ребятишки, бородки, курчавицы где-то. Наоборот, нам место только уступили в битро. Настолько это интересно. Мы едем все с адмиаками, в рюкзаками, сидим на сиденье, отклонились, как парашютисты переспрыгивали. Вообще. Вот все, какие-то горки. Да не, это я просто пошутил, Гатар, шутил. Но доля правды нет. Я и уверовал, и все, я христианин. Проди по иконам, нет ни одной бритой, ни одной. Куда ты идешь? Вот отец Кирилл меня поругивает, что я не ношу бороду. Не надо. В сегодняшней войне все. Все, Виктор Николаевич, брось эту душу свою. Я не люблю. Вообще не принцип. Вам сколько лет? Мне на два года, я старше вас. Ну на два года. 77. Посмешите, раньше не отпевали. Не отпевали, слышите? Их за кладбищем хоронили, как псов поганых. Да. Вот и все. И учат, говоришь, что в бороде весь рот. Нет, ну это как бы все от Всевышнего. Это Бог сделал. Поэтому ты посягаешь на Божьей фамилии. Христос бородой был? Я никогда не носил. Христос бородой был или нет на земле? Ну, а кто знает. Ну хорошо, теперь вы не знаете. По Бозу, что он... И вы не знаете, но в мыслях вам что подсказывает, что Христос брился каждый день. Даже сектанты-баптисты изображают Христа всегда с бородой. Что этим вы думаете? Пророки все с бородами. Здесь бородок не пускали в Иерусаливерс. Апостолы? Апостолы, да. Не, не, не. Не, стричься. Стричь длинные, чтобы волосы не было. Вот. Вчера со мной один раз говорил, что он не стреснул. А волосы висят лохматые, ну как у батьки Махно. Потому что... Я говорю, что ты это все убери, то есть и постриги. Женщине волосы чести. Она не имеет права постригать. Ну, это на заре. Это на заре. А у мужчины бесчестия. Они косички разные, это монахи. Все это выдумкают. Говорить даже об этом не надо. А говорить приходится, потому что порушают. Нормально. Ваши беседы очень интересные. Да. Очень интересные ваши беседы. Что были в храме. Что вот в данный момент, что на трапезной. Смотрите, детей вводят в церковь, а потом дети вырастают и уходят. Да. Почему? Вчера несколько. Это не одна причина. Как правило, это выходит. Как правило, у родителей, где один верующий, другой неверующий. Или один православный, другой неправославный. Православный. В обоих. В обоих выходит. Вопрос у нас сложнее. Какова их христианская жизнь? Это уже надо смотреть внутрь. Поднимают ли детей на молитву? Бывает ли они вместе с ними там, где отдыхают? То есть поехать надо в природу и прочее. Чтобы ребенку этот мир казался страшным, а не добрым. И вот тогда не пойдет. Я знаю в семьях, в которых дети уходят в мир. Но это редкое явление. Если у нас возьмем Устинова. Все дети с собой. У одних там семь детей. Жена взбунтовалась и сделала развод. Верующая. А сатанела просто это. Она в один день сняла с них кресты, все сорвала, ничего не поставили креста и от веры отвела. Ей на кладбище места мало было. А мужик кормит, работает. А там, по-моему, видео тоже есть о разводе, да? Даже если мужик изменяет мужа, и тогда она имеет право развестись. Но Василий Великий говорит, и тогда не даем совета. Перетерпи. Перетерпи. Дальше все может наладиться и семья сохранена будет. Чего ты так приватизировала на 100%-то? Зачем мужика приватизировала на 100%-то? Я думаю, ни одна из зон не планирует меня изменять. Я рассказываю такое случай. И, соответственно, ждет верности и отцу Пуга. В земельном комитете. И вдруг такой вот, так вот, похож на этого человека. Рост такой же, приятный, наружу, смороусся, волосы. Прям волосы сбила. Вижу, что-то он на меня так внимательно смотрит. Высокий, вот такой же точно. Я выхожу, он ко мне, зашел. Я вижу, вы верующий, да. Помогите мне, у меня такая беда. Я вижу, у него слезы в глазах. Я говорю, а что случилось? Да мы со своей Светой так дружно жили. Ну, товарищ, в бане котел сварили, признал меня обмывать. А я вид делаю, что не знаю. Говорю, что он, протекало ли что? Да нет, это выпивали. Проснулся, под боком какая-то баба лежит. Неплохо вы промыли котел-то, я говорю. Я что, я пришел домой, упал. Светочка, прости меня. Я вот такой, да она что, ну что, Костя, ну что ж ты сделал-то? Ну, разводить я, Костя, с тобой не буду. Я прощу тебя. Она просила, а мне того тошнее. Как я мог? Такая нежная голубица у меня, такая умелица, умница, красота. И я все, свинья, свиньей, я не знаю, что с собой готов делать. Костя, ничего не надо. Иди, скорее, к священнику на исповедь. И светонька свою бери. Ко мне, к незнакомому человеку, он удивительно, молодой человек, к незнакомому, такая открытая исповедь. Вот так. Выход есть. Иди на исповедь. И священник, чтобы не лукавил. Если ты там был денчен, законно, ну минимум 7 лет. Отключение от церкви. С соглашенными будешь стоять. Там будешь плакать, молиться. То есть, как назначила православная церковь. Надо к себе относиться серьезно. Так, сколько у нас до богослужения? А во сколько оно, я не знаю. Час. А во сколько оно, в 6? В 6? Полшестого. Сейчас полшестого? Сейчас пол. Надо будет сходить на письм. Все, мы тоже пойдем. Не вода есть. Так. Николай, у тебя ж это зеленая теремия торчит. Тогда, давай. Так. Так, ну, может, заключительную песню и все. Давайте помолимся, я уйду, а вы когда-то хотите. Мне надо как-то на 10 посидеть. Тогда на эту камеру, да, запишем? Да. Мы можем у себя в храму вернуть. Боже, у нас и будет грешение. Создай в имя Господи, помилуй меня. И сейчас, если грешил Господи, прости меня грешение. Младенько, небо и зима, если мы в чем погрешили в этих беседах, прости нас и благослови. И расположи сердца на счастье, сущих нам, и верни нам наши паспорта. И путь наш, да, будет благоуспешен. И возврати нас с миром. Приготовь сердца людей и наши для моих встречи. Благослови всех, находящихся здесь. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой День. Аминь. Природа вокруг пробуждается. Сияет в счастливых слезах. Закат у полна красный, Сволна кто-то провел свою кровь. Я хочу, чтобы всем стало ясно, Что такое святая любовь. За ночи светлую зарю, За все тебя благодарю. За то, что он за меня свою кровь. Я при тобою предстаю. Я, аллилуйя, вас пою. Кому-то дарит мне любовь вновь и вновь. Расправленные силы темные, И дьявол повержен во мрак. Победы Христа вдохновленные, И минем мы радость сердца. В крови несется прощенье, Свобода от тяжких окон, Лишь не для души возрожденье, Лишь не очищенье грехов. За ночи светлую зарю, За все тебя благодарю, За то, что он дал за меня свою кровь. Я при тобою предстаю, Я, аллилуйя, вас пою, Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Сияющий свет воскресенья Открыл мне в отчизну дверь. Сегодня есть время спасения, О, друг мой, несчастный, поверь. Земная жизнь продолжается, Но все же подходит консоль, А Божья любовь не кончается, Прилиже скорей, как Христов. За ночи светлую зарю, За все тебя благодарю, За то, что он дал за меня свою кровь. Я при тобою предстаю, Я, аллилуйя, вас пою, Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. За ночи светлую зарю, За все тебя благодарю, За то, что он дал за меня свою кровь. Я при тобою предстаю, Я, аллилуйя, вас пою, Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Вновь и вновь и вновь. Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Слава Христову! Во веки слава! Все, мы на армии поедем. Выставишь? Конечно! Обязательно! Виктор Сергеевич! Виктор Сергеевич! Виктор Сергеевич! Слава Христову! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Молитесь о нас! Молитесь о нас! Завтра вырвем документы! На просторах интернета по чаще выходите! И за нас тоже не забывайте молитесь! Друзья! Тоже молитесь за нас! Восипову есть такое выражение профессора. Не знаю. Тогда заберете потом. Мы здесь оставим. Она гитара святой или святой. Никто не играет. Я пианино помил. Я не могу решить. И вот Жавыч самим опросил своего духовника, чтобы он заделся помолиться. Ну как-то или там... Причувствует... Почти тонна. А это она... Она если сзади ее положить, она там побьется. Ну... Говорит, наверное, твоя молитва не будет. Должно никак это будет. Я, типа, всю ночь за тебя с тобой молился. Только помолись о твоем спасении. И вот когда там, говорит, ну помолись о меня. Ну, если я так размышляю, то... Ну... В Греции, в Лукаве, там... Ну, просто где-нибудь тихоньше, там... Силы спутника, там все будет. Ну, пожалуйста, еще глядите. Неужели тогда, когда грешность спустится и... Посмотрит на все это и скажет. Ну ладно, хорошо. Если это исходит из сердца, конечно, все еще. Господь все. Он присутствует. Ну, это да. Это я понимаю, что присутствует. Он все... Сравнение исполнения просьб, там, как бы... Которые идут... Люди там ночами молятся, так скажем. Если кто-то тут просто будет попросил. Тем более, вот, шкаутка... Я так понимаю, как бы свое место... Правильно? Да, да. Все, давайте. Все, ладно. Помоги, Господь, вам всего доброго. Чтобы на все вопросы мы шли ответить. Вы когда приедете... Вот здесь будете, напишите... Ну... Твой телефон у меня есть. Да, да. Я просто хотел спросить, в чем, как бы, истина, как бы, как именно православный человек воспринимает... Когда армянская церковь принимала веру, она была такая, как и православная. Потом, в каком веке они в монофизитство впали? В четвертом. Ну, это вообще... Наши священники и богословы говорят, что у нас никогда такого нет. Игнат Тихонич же говорил, что крещение можно армянского освящать. То есть, я богослову скажу, что они говорят... Рукоположение у них сохранилось. Главное, чтобы полное погружение... Да, рукоположение у них есть. Да, от апостола у нас. Апостол. И у нас и православные, и у Григора армянские, и скобское, асирское, и католическое. У них рукоположение вот это есть. Нас проповедовал Фадей, да, и два апостола нас проповедовали. В ваших землях был Иоанн Златоуст. Ну, нас считается... Он, по-моему, по мать или там, по родственным этим я смотрел... Ну, где-то там, написано, я его биографию читал, в Армении велию где-то. Он повторял, слава Богу за все, солдаты над ним издевались. И там он... ну, 60 лет всего. У нас, как для христианства понимали, у нас все время со всего мира христиане съезжались в Армению, спасались от своих государств. В 301 году. Когда гонения были. Да, были святая Репсиме была, она со своими... Ее полюбил... Репсиме? Да, Репсиме. Римский, какой царь полюбил? Их там убили на пути в Армению, спасались. Наш царь любил. Не, не наш царь. Наш царь любил, по-моему. А, да, после этого он принял христианство. Григорий Просвятитель, он его попрестил. Стал первым. Нет, мне просто мнение нужно было. Армян с точки зрения православия, как воспринимается? Общего не воспринимается. Мне кажется, когда Пасха и в большом крае... Армян не причащает, понимаете? Армян неделю раньше. Зажигается вот этот вот холодный огонь, который каждую Пасху не использует. Армян, феррик. Мне кажется, истина в том, чтобы все были вместе. Именно когда они вместе, исходит этот огонь. Нет, почему? Армяне, было же в Барусалине, выгнали православных. А когда драка была, я помню. А, с греками? Нет, не зашел. И когда армяне молились, закрывшись в храме, огонь не сошел. Вышел он из столба на улице, где православные стоят. Поэтому тут же не говорится о том, что все конфессии. Вы говорите, когда были изгнаны копты, когда... Помните, был такой случай в Иерусалиме, когда... Да, огонь тоже снизошел, не снизошел. Выгнали из храма, оставили только православных. А что же имя монофизиты копты? Армяне не монофизиты, понимаете? Армянская церковь? Что такое монофизиты, я не знаю. Это... Вы понимаете? Я вот поэтому не понимаю, почему не понимаю. Природа... Вот, Виктор Михайлович лучше скажет. Природа богочеловека, расхождение в этом. Признавание только божественное. Как там? Божественное. Вера войдет в Бога. Божественное в природе, да. А с человеческой не разделил. А вот и Бог, и человек. А он Господь чувствовал, страдал, хотел спать, есть так же, как человек. Он истинный человек с большой духом. Бога человека. То есть это все... Но это не слидно, не разделено. Аргане это признают. Да, не слидно, не разделено. Божество и человечество. Знаете, вот в чем для меня эта загадка. Почему мы не умеем? А монофизитство утверждало, что только вот была божественная воля и все. Нет, да. Это не слидно. Нас именно в этом обвиняют, что мы не признаем его человеческое. Что божественное как бы... Только божественную премию христа. Уничтожило его человеческое. То есть слитие произошло типа. Еще вопрос. А божественное православие и греческое, они чем-нибудь как бы отличаются? Есть там различия какие-то? Или в канонах каких-то может быть? В каких-то традициях может быть различия? У каждого народа есть глобальные различия. Ну, в догматике-то отличий нет. Ну, в основе нет. А, конечно, там чины, всякие вот... Традиции может какие-то, да. Но мы-то переняли оттуда. Знаете, Тихо не рассказывает про священник Икахи, который, он говорит, я его по всем кочкам. Ну, а отец Дьякон Кураев. А, вот у него спрашивают, в чем разница между армянской и православной церкви? Он говорит, я не знаю в чем разница. Я не понимаю в чем разница. По-моему, Кураев был, я видео смотрел, он назвал армянскую церковь ерестью. То есть, после этого я стал думать, а почему так? Не, ну, молодой человек, вы можете свободно креститься, не сомневаясь в армянской церкви. Только по вере вашей. Не, я как бы не сомневаюсь, мне не важно. Погружение. 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 Меня тоже крестили в 19 лет. Меня прям вот... Утопило, да, можно сказать. Вот, и действительно, ощущение умирания действительно было. У меня такое воплощение, что я умираю. Я думаю, сейчас я вынырнул, ну, глотнул, то есть, воздух, а он у меня опять так. У этого есть минимальный, да? Только вера должна быть... Ну, мне хотелось воздуха, ну, как бы вот вздохнуть, то есть, ощущение умирания действительно есть. То есть, вот, реально ты умираешь. Вот ощущение... Я вот за свою жизнь такого не ощущала, как прикрещение. И реально ты умираешь, когда тебя, ну, ладошка прям на голову. А вы изучали перед тем, как креститься? Вы изучали? Да, меня не крещают. Вы знаете, у меня никого не было вообще, кто бы мне что-то говорил. У меня была только Библия. У меня больше ничего и никого не было. Ну, то есть, вы учили. Я сидела на работе и стала... Читала, читала, читала. Сейчас зачастую бывает, то есть, человек идет к священнику и сразу крестьян. А что Библия почитает? Библию... Сектант? Нет. Библию как-то... Я не помню каким-то образом... Я ходила... Косьмой Димьяна есть в рам, если знаете, напротив Моссовета. Там проходят уроки изучения Библии. И там священник очень все популярно объясняет, рассказывает. Ему нужно задавать вопросы. То есть, там собирается ежегодно, такая небольшая группа по изучению. И все постоянно изучают. И там все очень популярно объясняет. Я лучше как бы для себя буду изучать. Если что-то не то пойму, если я что-то не то пойму, тогда уже можно определить. Когда есть человек, который рассказывает, ты не только читаешь, но еще и воспринимаешь нашу информацию лучше доходит до сердца. Вот. Но другое дело, что я часто болею, я не всегда могла посещать. Я что-то прочитала, и очень много белых пятер. Конечно, если изучаешь, то надо изучать все систематично. Да, вам Бог здоровья. Да, его, в общем-то, достояние надо сделать. Поэтому не леню спрашивать. Пойдем мы, наверное, поедем. Пожелаю вам доброго пути. Бог вам поможет. Ну, Арсен, надо заниматься писанием. Не забывайте. Это главное. И толкованием Отцов Церкви. Это такая радость, когда читаешь. Вот я просто вспоминаю. Господь начнет в вас действовать, если вы будете заниматься Словом Божиим. И по толкованию Святых Отцов. Чтобы с сектантством упасть. И вы будете живыми христианами. Прошелся. Живыми. Духслово начнет действовать. Две главы в день, вот так вот. У вас появится желание другим свидетельствовать. Ну, конечно, как и Датихович, он один такой. Божий Дар. А мы-то все должны тоже свидетельствовать. Должны подойти к человеку, дать визиточку. Представить. 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 Пасла в России. По сути дела, война идет с православием. Его разложили уже православием. Но еще есть насточки. Еще есть. Истинная вера. Даже вот мы были в Сербии. В прошлом году крестным ходом ходили по Сербии. С социальным Кириллом? Нет. С другим священником. Вы знаете, вот так как у нас в России так нигде не молятся. У нас вот такая истина, такие молитвы, такие службы. Они так никто не хотят молиться. Вообще желания нет. Самое плохое, что молодежи, но на самом деле. Они все вроде бы верующие. Все православные. Любого серба спроси. Они православные, не рубашку. Вот понимаете, вот например, это запишут. Не-не, вот сейчас я одну тонкую вещь скажу. Вот вы говорите там, например, как в России нигде не молятся. Вот его записали. Одной человек сидит, а вера ничего не знает. Он ничего не знает. Он вас слушает, он подумает, что Россия, русские это самые великие божьи люди. Зачастую, что это происходит, да? Они не ходят к священнику. Они не великие, они уже были терпеливые. Нет, ну терпеливые, если я сейчас об истории Армении расскажу, вы удивитесь. Нет-нет. Какое мы, что мы терпели. Вот. История ваша страшна. Люди, там молодежь не идет в церковь, им батюшки не объясняют, что да, вот вера это самое главное, да, потому что там Россия стала Россией благодаря вере, на самом деле, христианству. Христианство пришло, а оно укрепилось государством. Христианство сплотило людей, народ, на самом деле. Там борьба, там. Насколько я изучал и читал. Ну, я рад. Христианство сплачивает людей. Да. А в Сербии там слабо как-то молятся? Я просто не понял. Ну, да, у них во-первых, все очень кратко, во-вторых. Может у них язык такой содержательный? Знаете, они любят часами потом сидеть, пить кофе. Ну, это национальный момент. Разговаривать. Они часами, они час помолятся, три часа сидят. Вот у греков говорят очень красиво. Вот на Афоне я смотрел видео, как у них там такие красивые монахи. Это все внешне, вы поймите, нужно проповедовать Христа. Игнать Тихович, когда мы ездим уже сколько лет, и он в конце, вот беседовать продолжительно перед аудиторией, в конце говорит, запомните два слова Христос и Библия. Это вот чтобы для бабушек, для дедушек, для маленьких тоже слушателей наиболее запечатлелось в памяти Христос и Библия. Именно православное толкование. Ведь православие в полноте русские не знают. Вот Игнать Тихович, по милости Божией, стал его раскрывать. Какое истинное крещение, какое толкование. Вот ваше слово противоречит слову девушке, которая сидит. Противоречит. Я не то что стараюсь противоречить. Я не поймал, не слышу, что это противоречие. Девушка говорит, как молится в России, нигде больше не молится. Она говорит свои эмоции. Это мнение субъективное. Она говорит свои эмоции. Это мнение в России, когда ходишь, это истинно ведущим. Это не эмоции. Это не эмоции. А вы где еще были? Я могу сказать так. У меня родственник серп. Это муж моей сестры. Вы были в Греции? Его крестили в Москве. На фоне я не была. Венчали в Москве с моей сестрой. До этого он говорил, я православная. Креста у него не было, крест он не носил. Крещение он не принимал. Крестили его там же, где меня, в церкви на проспекте мира. Он православный. Он понимает, что есть такая вера, что это вера отцов, что это традиция, что это надо беречь, что вот они мусульмане, а мы христиане, что мы верим. Но он не знал, как открываются двери в храмы. Он никогда туда не был. Никогда туда не ходил. А армяне до христианства 3000 лет поклонялись солнцем, когда они родились и бросили. Он верит. Он верит в молитв, он не знал. Отче наш он выучил перед крещением. Но я верю в то, что он христианин. Простите, что я вас перебиваю. На наш сайт выходите. И там до конца вашей жизни земной. Сейчас мы говорим пустое. Хватит изучать всего. Чтобы вы попали в рай. Чтобы мы обнялись и пели христианские песнопения в раю. А не корни традиции. Это тоже одно из заблуждений. Что корни. Евангелие единственный ответ. Я сегодня пел. Это сейчас разговор пустой. Да. Простите, конечно. Не огорчайтесь. В России очень мало верующих. И искренним верующим. Говорят, 70% ходят. Об этом Алексей Ильич говорит. Я ссылаюсь. Игнат Тихонович говорит. Очень мало. Там установили статистика. Что там доли процентов ходят регулярно в храм. Там субботу, воскресенье, чтобы в храмы кто-то ходят. Да и те, кто ходят тоже. И ходят-то тоже. И Христа не знают. Понимаете? Наша задача, молодые люди. Нам сейчас познать толкование Слово Божие. И нести Христа. Организовать кружки по изучению Библии. Вот если, Игнат Тихонович, вам этот толчок дают с помощью Божией, ну не зря тогда здесь были. Игнат Тихонович, даже, знаете, я вам хочу сказать. Даже необязательно изучать в кружке. Вот у меня, допустим, не было времени. Я сидела на работе. Была у меня возможность. То есть в любом месте, где тебе удобно. Вот. И когда ты читаешь, действительно, Евангелие живет в сердце. И вот пока оно живет, в тебе живет Христос. Совершенно правильно. Когда ты откладываешь, забываешь, даже если ты ходишь в храм, все равно ты немножко мертвеешь душу. Это честно. Читать индивидуально, безусловно, надо. А вот когда совместно изучают, это у нас опыт Светлана. Я просто могу сказать. Такая радость. Вот когда я вспоминаю эти годы. Вот это были самые счастливые годы. Когда ты читаешь, когда ты идешь. Вот я иду уже все ушли с работы. Я, допустим, все до четырех, мы до семи работали. И я иду, почитала две главы Апостола. И у меня такая радость в сердце. Я иду, солнышко. Это вообще ни с чем не сравнишь. Так вот, выходите по скайпу на Игнате Тихоновича. И наши занятия-то записаны там. Чтобы вы знали, как читать индивидуально. А мне отправились, кстати, ссылки на видео. А занятия проводить по слову Божию. Вы у нас увидите, как это будет. Надо живо, чтобы действовать. Не просто бывает. Вот сидит один, читает лопухина, и все как лопухи дремят. Позвольте это занятие, что ли. Не дремать надо, а участником быть. Даже что-то сестра там знает, другая скажет. Брат сидит в председательстве, направляет. Вот на наш форум выходите, там занятия выставлены. А на форум легко попасть. На сайт, а потом на форум там переход идти. Кружки по изучению Писания. Я бы просто приехал к вам в гости. Вот это общение на духовном уровне, она друг друга подогревает нас. И появляется желание нести Слово Божие. У нас же опыт общины. Две общины. Я-то в городе редко бываю. Вот брат знает. Они там собираются, несут Слово Божие, визитки раздают. Мы выходим в город, и людям даем визитки, чтобы кто-то хотя бы заходил. Раздаем, сейчас брат Игорь у нас там как бы договорился, 4 Евангелия. То есть 4 Евангелия. Книжечки и раздаем людям, которые именно обещаются, что они будут читать. И приглашаем заходить на форум, где все темы есть. Пожалуйста, узнавай. Сразу надо правильно говорить. А это Сальто я давно знаю. Просто чуть не разобрался. С сегодняшнего дня поставьте себе такую цель, по одной-две главы, а если больше, еще лучше. Я говорю, 4 главы, и Гитлю полностью за год прочитывайте. Это не трудно. Дьявол тебя будет сворачивать, ой, ничего не понимает. Зантаус говорит, не понимаешь, читай. Дьявол-то понимает, что тебе это не надо. Он тебя будет через близких там, с кем-то познакомишься, и тебе скажет, Артем, зачем где-то надо? Пошли, он лучше по набережной походит. Знает, кого это зовут. Библию надо читать регулярно. Ну, мы идем. С Богом. Значит, оставляешь? Да, оставляю. Потому что это сегодня говорят они ехали. Потому что в скорой помощи, которые едут, два врача было, и три снайпера. А тем самым... В России, Евгений, получил он то, что мы отправляли с Арсеном? Сведения нужно с двух сторонами признать точно. А был он официально за войной? Да, был он за войной. Четко и ясно. Его позиция была выражена в ролике, который остался. Ну, а вы как без войны? Ну, я там объясняю как. Там-то все сказано как. Как святые объясняют, так? Вы там ролик, который стоит, посмотрите. Просто я полностью по всем отцам веду. Как и было. Как Иеремия говорит. Люди, которые думают отбиться. Ну, я в силу, тот в силу. Ну, не решалось никогда. Волк рождает волка. Добрый вечер. Георгий Победоносец. Георгий Победоносец. Георгий Победоносец. А вы не знаете, почему католик его деканонизировали? Не знаю. Не знаю. Потому что сведения новые. В жизни Георгия Победоносца, два, и Николы Чудотворца, Никола, примерно 90% выдуманного. Чего вообще не было, не подтверждено. А житописатель писал и писал. Вот это все. Поэтому мы ни о чем не оспариваем. Мы бегаем. Я ему молюсь каждый день. Но на сайте он такой был. Ну, давайте скажем. Он был где служил? У Диоклетиана. Кто Диоклетиан? Надо доказывать или нет? Это один из самых страшных гонителей. Четыре эдикта издал. Последний эдикт был такой. Встретил христианку, христианина. Не ищи, не докладывай. Кирпич, бей кирпичом. Ну, как ведро, бей его ведром. Половина имения принадлежит тебе. А кто? А первое, значит, запретить церковь. Второе, священников. А потом уже полное уничтожение христиан. И у него в армии, в его гвардии служит Георгий. Ну, но мы еще слепые, не понимаем. Ему больше заниматься нечем было. Если мы примем биографию, то, как нам описывают. Это откуда люди-то? В Сербии. В Сербии. Это братушки наши. Красный ход. Мы в прошлом году были в Сербии. Ваша библиотека центральная. У вас там как слово? Какое столице? Белград. Белград, да. В Белграде. В национальной. Библиотека как? Матрица. Сербская. Ну, видимо так. У меня из Сербии похвальная грамота большая. Там мои книги. 38 книг. Я автор. И мы были в прошлом году. Я в каждой библиотеке это даю. Так что мои книги там у вас в Сербии. Да. Очень сильно приняли хорошо и большую грамоту выписали. Так что сербы это не чужие для нас. Я в Америке был когда и там тоже встречался с сербами. Да. Много унижения. Много скорби у них. Но надо все принять в благодарение. И сказать. Мы заслужили это и благодарим тебя Создателя. И на душе покой будет. Не пытайтесь не отомстить, не перекроить. Они ничего нам уже не позволят эти люди. Да и надо ли это. Отняли храмы. Разрушили. А с храмами было что делали. Так же как люди. Тоже блуд этот творили. А Бог нас ставит в другую ступень. Потому что душа. Вечность. Так что у вас в Белграде мои книги все. В прошлом году. Мы сейчас едем до Португалии через Грецию. Потом в Англию. И всю Стандинавию будем заплатить и вернуться. Министронеры. Мои книги везем везде. Везде дарю. Вы переведете. А кто у вас переводчик? Я переводчик. Переводчик. Мы едем сейчас. Вот наш сайт. У кого нет? Наш сайт. Православный сайт. Православный сайт. Это мой брат. Он Португалии. Брат. Ага. Брат. Брат. Мы едем сейчас через Грецию в Италию. А потом, объясните, едем через Францию в Англию. И оттуда поворачиваем через Испанию в Португалию. А потом уже средняя тут. Швейцария. И уходим через Данию на Скандинавию. А как идете? С молитвой? С молитвой идете? А как же? Вот наша машина. Воскресников? Нет. Мы дарим в каждую библиотеку книги. Я автор. 38 книг. Какие? И они книги вот здесь, везде. Видели там и у Путина есть. Это книги, которые дают жизнь. А вы автор как фамилируете? Лапкин Игнатий Тихонович. Лапкин Игнатий Тихонович. Я миссионер проповедия. Будем читать. В прошлом году мы были в Сербии. В прошлом году мы были в Сербии. В прошлом году. В прошлом году мы были в Сербии. По славу Божию. Я не закончил вам эту мысль о Георгии Победоносцев. Биографии другой у него нет. Одна. Только та, которая у Дмитрия Ростовского. Он служит в армии, приближенный императору, самому страшному гонителю. Ну его ли там место? Давайте просто рассудим. Забудем. А? Он же был гонителем. Потому как не подчиняешься законам римского государства. Какому закону? Законусы толкают на убийство и он должен уйти? Да где это видано? Почему апостолы этого не делали? В смысле что это? С мечом не шли завоевывать. Даже за Христа с мечом не положено. Господь говорит, вложи меч. Его оттуда никто не вынимал. Потому что это была установленная власть. Но он же не говорил, что той власти, которая установлена, с ней не бороться. Там же в это время куча этих восстаний шла. Иудейская война. Так что он христианин, в армии людоеда и нужно теперь завоевать. А захватнические войны были, это правильно? У кого? У Деклетиана. У кого? Тогда она только отбивалась Римская империя. Только и всего. А кто захватил то этого? В то время то уже отбивалась она. Ну отбивалась. Уже захватническое то за ним было то. Захвачена территория. Но афганцы только отбивались. Ну почему отбивались? До советских войска вошли. Отбивались в другой год. Первый год войны то не было. Так же нельзя говорить. Отбивалась Польша. А зачем император захватил? Другая территория. Правозасилили княжество. Мы маленько то должны глаза раскрыть. Финляндия была под Россией. Порт-Артур посмотрите где в Китае. Тоже русские это надо было? Сколько там погубили? Все это отнято. Мы реально подойдем. Мы отвечать будем за поддержку беззакония. Нам дана одна территория. Это так получается и с Гитлером не воевать не было и с... Ему не надо было Гитлера сказать. Гитлеру не надо. Надо же противостоять. Он не родился бы. Он бы не родился. Об этом говорит нам Священное Писание. Его бы не было. Господь говорит я воздвигну на вас за ваше беззаконие. Воздвигни то есть родится, придет к власти и он будет душить вас на уходоносор. И об этом говорит порок Иеремия.